Доброго времени суток, дорогие коллеги! Сегодня в этом видео мы обсудим с вами запуск нового, выгодного для всех построения Турбо Рост Плюс. Итак, Турбо Рост Плюс это новое построение, оно вышло на нашем проекте буквально недавно и оно на самом деле выгодно и наставнику, и новичку. И сейчас мы с вами обсудим, почему же, а на данный момент разрешите представиться. Меня зовут Кононова Анна Анатольевна, я один из основателей проекта, нахожусь в звании старшего национального директора, зарегистрирована я 2,5 года назад на момент съемки этого видео. Итак, давайте же с вами начнем с самого главного. Мы же с вами все пришли зарабатывать, раз мы смотрим это видео, то конечно же да. Итак, желаем ли мы, чтобы нам, пока мы включаемся в работу, наставник помогал на первых порах регистрациями, поскорее выйти на 9-12% по маркетинг плану. Я думаю, желают это все. И сейчас мы с вами рассмотрим, какое же построение приводит к более большим выплатам, даже на первых процентных уровнях маркетинг плана. Познакомимся немножко с маркетинг планом и посмотрим, сколько же мы будем зарабатывать на 3, на 6, на 9 и даже на уровне рубинового директора. Итак, перед нами таблица выбора по маркетинг плану, она идет до директорской. То есть, пока вы лидер и не открыли звание директора, эта табличка актуальна для вас и также для ваших новичков, которые еще не открыли директорство. Итак, смотрим на табличку и понимаем, что консультант – это ступень маркетинга. Да, и, конечно же, консультант набирает 100 баллов, неважно лично или по структуре. И если консультант сделал лично 50 баллов, то он получает по 3% за свою структуру. То же самое лидер, он выходит на 9%, если он сам лично делает 50 баллов и его структура под ним делает 550 баллов. Причем неважно, кто этих людей зарегистрировал, вы, ваши новички или ваш наставник. Это все ваша структура, это все ваш товарооборот. И, конечно же, знакомьтесь сразу же со своими новичками, это очень важно. А также кандидат директора – это самая высшая ступенька, когда мы открываем уровень 3000 баллов. У нас с вами начинается квалификация на директора, мы, конечно же, выходим на 3% и ждем свою премию. Итак, поехали эти с вами далее. Я думаю, с маркетинг-планом до директорски мы с вами разобрались немножко. И, конечно, после директорский маркетинг-план включает в себя еще и квалификационные бонусы. Директорские бонусы, бонусы материнства и усыновления, квалификационные бонусы, бонус быстрый старт, бонус стабильности с уровня директора, да, и, конечно же, бонус развития с уровня бриллиантового директора. Итак, смотрим же, да, то есть, если мы консультанты, мы получаем по 3%. Старший консультант – это 200 баллов по 6%. Лидер – это 600 баллов по 9%. Старший лидер – это 1000 баллов по вашей структуре с 12%. Вице-директор – это 15% лидер, 1500 баллов по структуре. Старший вице-директор – это 2000 баллов по структуре. И, конечно же, кандидат директора – это 23% по структуре. И когда кандидат директора 8 из 17 каталогов продержится на своих 3000 баллов, можно расти до бесконечности, лишь бы не падать, а то директор получает свой первый квалификационный бонус – 55 тысяч русских рублей. Во всех странах бонусы свои. Мы с вами сотрудничаем с огромным количеством стран, с 46 странами по всему миру. Ну, конечно, самое распространенное – это Россия, потому что компания Фаберлик, она у нас с вами российская. Итак, далее поехали с вами. Старший директор – это 82 500, серебряный директор – 110 тысяч, золотой директор – 165 тысяч. И это только квалификационные бонусы, помимо выплат. Бонус материнства и усыновления платится в компании после того, как вы продержались на 15%, то есть на уровне старшего вице-директора от 1500 баллов по структуре, более 8 каталогов подряд. Далее бонусы директорских статусов – это когда под вами открываются директора, и вы с них получаете по 5% с каждого открытого под собой директора. Квалификационные бонусы, они идут тоже с уровня директора, это вот как раз вот эти вот квалификационные бонусы единоразовые. Бонус – быстрый старт. С уровня директора – новый быстрый старт с новыми возможностями по 1 октября 2017 года, то есть это горячее предложение, оно вышло недавно, то есть это когда ваши квалификационные бонусы умножаются на 2, о нем мы поговорим позже, потому что вы новичок, и вы смотрите правила построения, и вы обязаны знать, что если вы откроете директора в кратчайшие сроки, или старшего директора, или серебряного директора, все бонусы не только суммируются, но и суммарно умножаются на 2. Это очень важно знать. Далее, значит, бонус стабильности, он идет с уровня директора, о нем вы узнаете на вебинарах по маркетинг-плану и на школах новичка о компании и о проекте. Максимальный бонус – это рубиновый бонус 44 тысячи в год. Далее, значит, бонус развития, он идет с подтвержденного бриллиантового директора, когда 30% всех премий ваших директоров вы получаете раз в год суммарно. Что это обозначает? Это означает то, что и ваши директора собирают полноценные квалификационные бонусы за подтверждение звания, и вы получаете 30% от каждого подтвержденного бонуса. Поверьте, это очень-очень шикарно. Это ежегодно с уровня бриллиантового директора. Но если под вами открывается тоже бриллиантовый директор, то тогда вы отрезаетесь от бриллиантового директора и уже все, кто открыл в вашей структуре бриллиантовые директора, начинает получать бонус развития, а вы уже за этого бриллианта не получаете. Вот такие вот интересные бонусы есть в компании. Конечно же, квалификационные бонусы по всем странам основным, в которых больше всего с нами стран сотрудничают, я, конечно же, собрала в такую вот табличку. И, как вы видите, старший директор тут идет 27500. И, конечно же, старшим директором можно стать двух случаев. Или у вас групповой объем 5000 баллов, это, допустим, 5 веточек по 1000 баллов, или же у вас групповой объем 2000 баллов, плюс под вами открылся один директор. Так вот, по быстрому старту условия во втором случае, если вы открываете директорство, под вами открывается директор, и у вас есть 2000 баллов в бок, то вы, квалификационный бонус у вас умножается на 2. Это очень шикарное предложение. Итак, что же такое быстрый старт для директора? Это когда удваиваются квалификационные бонусы. С момента регистрации в течение 9 периодов, вот они 9 периодов, вы открываете, видите, каталог номер 8, да, с момента регистрации, открываете 3000 баллов уровень, и потом подтверждаете эти 3000 баллов. И тут же по итогам 9 периодов вы получаете первые 55000. А потом, как обычно, квалификационный бонус, вам нужно подтвердить 6 раз звание директора после этого, и вы получаете вторые 55000. Если вы откроете по быстрому старту, допустим, звание и директора, и старшего директора, и серебряного директора, и золотого директора, и все это будет за полгода, то вы, конечно же, получаете 55000, умноженное на 2, 27500, умноженное на 2, 110000, умноженное на 2, и 165000, умноженное на 2. Это просто баснословная сумма, и, конечно же, вы понимаете, что вы можете заработать очень большие деньги за короткие сроки, если вы будете стараться, трудиться и работать. Компания очень любит быстрорастущих лидеров, и компания платит за это хорошие деньги, которые у компании есть. Так что, желаю вам роста, удачи, везения, во всем вдохновения. Забирайте, теребите своих наставников, и, конечно же, идите по системе Турборост, чтобы ваш наставник, вашу структуру тоже регистрировал людей. И сейчас я вам расскажу, как по этой системе идти. Нам выгодно, чтобы вы росли быстро и качественно, потому что ваш рост зависит, в первую очередь, и от нашего роста. Чем больше зарабатываете вы, тем больше зарабатываем мы. Сетевой маркетинг в проекте Faberlic Online – это не работа по найму, это сотрудничество с компанией. То есть компания с уровня открытия договора предоставляет вам официальный договор, и у вас начинает идти трудовой стаж. Также хочется сказать, что пока вы включаетесь в работу, наставник помогает на первых вам парах регистрациями и строит вместе с вами первую совместную под вами веточку. По правилам компании, ни вы, ни ваш наставник не могут провести под ваш регистрационный номер регистрацию без активации. Активация – это оплаченный минимальный заказ в течение суток вами с момента регистрации. То есть за 24 часа после того, как вы отправили данные, вам нужно сделать и оплатить заказ. Конечно же, проект Faberlic Online просит скорее вас активироваться и не ждать сутки. Активироваться как можно скорее, и это вам будет на руку. И, конечно же, знайте, что такая срочность только первый раз. Также спросите про акцию новичка у своего наставника или директора. Можно получить 3-4 подарка за ваш первый заказ, если вы будете про все знать. Наставник вам обязательно вышлет видео по акции новичка. И вы уже будете делать заказ, забирая реально огромное количество подарков плюс скидку 20% от цены каталога. Потому что, когда вам выдается регистрационный номер, это не только номер, который нужно беречь, потому что вся ваша будущая структура будет передаваться по наследству. То есть работу по найму вы по наследству не передадите. К примеру, если вы там работали управляющим, или продавцом, или врачом, вы не передадите своим детям эту работу. А вот этот бизнес, всю построенную структуру, вы можете легко передать по наследству своим близким родственникам. Поэтому знайте наперед, что все прямые близкие родственники регистрируются под вас только в первую линию. Это по правилам Кодекса Компании. И никогда, ни в коем случае близкие родственники не имеют права регистрироваться в другие компании, так как они уже не будут наследниками. Далее, смотрим с вами. Значит, третье, о чем с вами хотелось бы поговорить, да, по правилам Компании мы с вами поговорили. И третье – это первые три активные регистрации вы проводите в совместную веточку под вами, которую на первых порах ведет ваш наставник. Конечно же, если вы активировались в течение 24 часов. Затем открываете свою, уже вторую веточку, и просите наставника табличку, куда вписывать свои первые три регистрации и где брать регистрационный номер последнего человека и, конечно же, как заполнять эту Google табличку, если вы вдруг не умеете. И четвертое – если вы или уже ваши новички, да, активировались минимальным заказом в течение суток, прошу отписаться своему директору и получить свой личный рекрутинговый сайт в подарок. С него при правильной работе вам будут приходить регистрации на вашу почту. Далее, разберем же с вами третий пункт подробнее, да. Первые три активированные регистрации вы проводите совместную веточку под вами, которая на первых порах ведет наставник. Затем открываете уже свою вторую веточку, просите наставника табличку, куда вписывать свои регистрации и где брать регистрационный номер последнего веточки. Когда вы активируетесь, ваш наставник вам даст все необходимые инструкции по созданию базы для работы. Это как создать страничку для коллег, как создать рабочие странички, как с них начинать поиск людей, как предоставить готовый, также наставник предоставит вам готовые текстовые инструкции и видео для рекрутинга. И сразу же, как вы найдете свою первую регистрацию, наставник вам также предоставит, обязательно ему отпишитесь, как провести регистрацию, табличку, куда надо вписать новичка после, как последнего веточки, да, шаблон переписки, по которому вы будете поэтапно обучать своего новичка. И, конечно же, если ваш новичок активировался, то ему положен свой сайт в подарок, так же, как и вам. Расскажите ему про это обязательно. Итак, как сделать и оплатить заказ, смотрите по ссылочке под этим видео. Там собраны основные 4 страны. Далее поехали с вами. И, конечно же, мы с вами смотрим наш с вами первый, самый первый путь, да. Это пример структуры построения, когда выплаты платятся по маркетинг-плану в виде объемной скидки на ваш счет в личный кабинет в Кафаберлик. Смотрите, вы лидер, вы сделали 50 баллов. Под вами, допустим, сделал один лидер 30 баллов, другой 10, третий 10. И все вместе получается тут, конечно, 90. То есть я не дописала тут 10 баллов, все вместе у вас получится 100. И в итоге 100 групповых баллов получается у вас. То есть личный заказ входит в групповой объем тоже. И вы получаетесь на 3%. И ваши выплаты уже по 3% вам перечисляются. И эти выплаты вы можете списать в своем следующем заказе. То есть они автоматически у вас списываются. И вы уже на эту сумму будете платить за следующий заказ меньше. Пример 6% лидера, когда также выплаты платятся как объемная скидка. Смотрите, лидер 50 баллов, далее значит 10 баллов, 40, 30, 30 и 50. Все вместе получилось 210 баллов. Это лидер, который находится на 6%. Он называется по маркетингу плану старший консультант. И получается, что мы уже с вами будем зарабатывать по 6%. Также эти денежки списываются в счет заказа. А тут, конечно же, посложнее. Конечно же, если вы будете работать и будете выполнять все инструкции от наставника, и будете досматривать все видео до конца, какие бы длинные они ни были, то есть вы будете обучаться, то, конечно же, структура ваша будет расти. И растут не только ваши структуры, но и ваш доход растет. И, конечно же, растут не только ваши выплаты, но и выплаты ваших лидеров. Чем больше наша структура, тем больше в ней делают людей заказов, тем больше наш с вами доход. Получается, директор – это 60 человек, которые в вашей структуре будут делать по 50 баллов. Я думаю, это очень-очень понятно. Или 120 человек по 25 баллов. Далее. Смотрим. Это вы. Вы – старший вице-директор. Ваша структура на полутора тысячи баллов. И, конечно, ЛО всегда входит в ГО. И, конечно же, по 15% старшие вице-директора уже хорошо получают. И давайте же мы с вами посмотрим, как же считаются выплаты и разберемся с вами на примере вот этой вот веточки. А остальные выплаты вы уже сможете легко посчитать сами. Итак, у этого лидера групповой объем вместе с его личным заказом – 170 баллов. И он получается у вас на 3%. Конечно же, считаем маркетинговую разницу. Если лидер сделал 50 баллов, он свои выплаты забирает сам. 15% минус 3% – получается 12%. Мы получаем по 12% по маркетинг-плану. Заметьте, что если вы строите в ширину, вы будете больше зарабатывать. Если вы строите в глубину, то вы будете меньше зарабатывать, но вы будете, наоборот, таки стабильно зарабатывать, потому что чем больше зарабатывают ваши лидеры, тем стабильнее ваша структура. Но если у вас много регистраций и вы научились преподносить все привилегии компании «Фаберлик», то вы можете расти и стабильно, и глубоко, и широко, и тогда вы будете самым быстрорастущим лидером компании «Фаберлик». И такое, конечно же, возможно. Итак, давайте же с вами посчитаем. 170 баллов по 12%. Смотрим. Балл на выплату в каждой стране, конечно же, свой. Для Украины он в гривнах, для России он в рублях, для Казахстана он в тенге, для Беларуси он в белорусских рублях, для Таджикистана он в Сомане и так далее, по всем 40 странам, с которыми мы сотрудничаем. 40 с лишним. Итак, пример приведен, конечно же, Россия и Украина, на остальное вы уже посчитаете сами. То есть эти 170 баллов я умножаю на 60 рублей и умножаю на 12%. И у нас получается с одной веточки 1224 рубля. Вот с этой, с одной веточки мы получаем. И, конечно же, также легко вы сейчас можете посчитать выплаты лидеров, которые у вас находятся в других веточках. И свою выплату в конечном итоге вы, конечно же, узнаете. Поехали с вами дальше. Директорский маркетинг-план, он, конечно же, намного приятнее, потому что с уровней директора у вас начинаются бонусы. Да, бонусов у нас очень много. В них можно даже заботиться. Поэтому, если вам что-то непонятно, обязательно звоните своим наставникам, своим директорам, и они вам все расскажут. Вот, допустим, директор. Две ветки по 15%, две ветки по 1500 баллов. Конечно же, вы получите больше, если у вас будет три ветки по 1000 баллов. И если у вас, допустим, будет шесть веток по 600 баллов, да, к примеру. Вот, получается, конечно же, чем шире и глубже ваши веточки, тем больше ваш доход. Вот 3000 баллов директор. 5000 баллов, вы старший директор. И тут два варианта. Или у вас пять веток по 1000 баллов, или у вас две веточки по 1000 баллов, и одна веточка на 3000 баллов. То есть, у вас открылся директор. Вот при таком построении вам выплатится бонус за новый быстрый старт. Вот, смотрите, пожалуйста. Далее, конечно же, в компании Фаберлик есть и золотые, и рубиновые, и бриллиантовые директора. Серебряный директор – это две директорские ветки и 1500 личной группы в бок. Золотой директор – это три директорские ветки и минимальное требование 1000 баллов в бок. Рубиновый директор – это четыре директорские ветки и 1000 баллов в бок, чтобы получать с этих веточек по 5%. То есть, за каждое звание вы получаете свою квалификацию. И мы с вами говорили, что директор получает 55 тысяч, старший директор – 27500, золотой директор – 165000, рубиновый директор – 225000. То есть, это единовременные квалификационные бонусы помимо выплат. Итак, давайте же посмотрим на моем на живом примере, Как вы видите, дата регистрации на проекте – 26.11.2014 год. Конечно, тот, кто посмотрит через год это видео, уже будет знать, что на момент съемки этого видео мы находимся в закрепленном звании старшего национального директора. Да, то есть, и получается самое интересное, что мы с вами, конечно же, все начинаем с нуля. Как вы видите, тут мой путь не с самого начала, потому что 17-й каталог 2014 года уже пропал в прошлом периоде, то есть, мне надо распечатывать две распечатки, чтобы показать вам путь. Но тут, как вы видите, уже с 12% мои выплаты – 3000 рублей, 19% – 11000 рублей. И, конечно же, когда растет мой групповой оборот, да, вот смотрите, 2642, я уже при правильном построении зарабатывала 19255 русских рублей каждые 3 недели, а в пересчет на месяц, конечно же, это намного шикарнее. Умножьте на 19 каталогов, поделите на 12 месяцев – это на самом деле шикарные выплаты, более 30 тысяч рублей. Далее смотрим, значит, с вами. Когда, конечно же, я открыла уровень директора, я открыла уже свой, хотя индивидуальное предпринимательство с компанией можно открывать после того, как вы получите первые свои 10 тысяч рублей за каталог, да, не обязательно ждать 15%, не знаю, откуда это пошло. Но если вы получаете свои 10 тысяч рублей первый раз, то вы можете уже открывать договор с компанией на перевод наличных денег на расчетный счет в банке. И получается, что когда вы эти денежки будете уже получать на свой расчетный счет в банке, то вы их уже будете получать наличными деньгами прямо на руки, да, то есть снимать с банка, там уже или банк вам будет на карточку будете деньги переводить или вы будете ездить с расчетного счета снимать то есть там уже вы сами решите с банком эти вопросы вот и конечно же с уровня директора смотрите 3900 баллов то есть у меня тут уже зашкаливает а я уже зарабатывала 31 смотрим ниже да то есть тут уже старший национальный директор и 358 тысяч далее это за три недели в русских рублях далее значит вот смотрите оэзи лг и начинается директорские бонусы уже с уровня старшего директора до с уровня золотого да как вы видите у меня не было серебряного я сразу открыла золото и квалифицировалась на два звания значит это оэзи лг за личную группу а это уже директорские бонусы пассивный доход как вы еще любят называть да пассивный доход а вот далее значит бонус стабильности о котором я вам говорила до 44 тысячи в год разными суммами а вам падает вот далее значит бонус материнства я не получала потому что я не рожала а далее значит квалификационный бонус рассчитан и квалификационный бонус перечислен то есть вот подтвержденное звание директора 55 тысяч русских рублей далее старший директор 27 500 далее тут идет серебро и золото вместе 275 до 110 и 165 потом идет я подтвердила рубинового директора получила квалификационный бонус потом бриллиантового получила квалификационный бонус и элитный также получила квалификационный бонус а последний квалификационный бонус а у меня был получен в размере 1 250 000 за старшего национального директора. Это, конечно, уже шикарно. Далее, значит, контрактизация, как вы видите, сумма к списанию через заказы. Когда я открыла договор с компанией на перевод денежных средств на расчетный счет банки, я стала партнером компании и начала получать свои денежки вот таким вот образом на расчетный счет банки. Объемная скидка за личную группу, к примеру. Также, давайте на этом примере посмотрим, директорские бонусы, бонус стабильности, квалификационные бонусы, они все суммируются и падают нам одной суммой на расчетный счет в банке уже. Итак, я думаю, вы увидели, что все реально. Это был мой личный путь до уровня, до своего уровня, на котором я сейчас нахожусь. А теперь подробнее о рекомендациях по построению для хороших выплат с самого начала. И, конечно же, дорогие коллеги, давайте мы будем с вами сейчас внимательны, потому что бизнес компании Фаберлик – это не только официально, легально, это еще и серьезно, это большой доход. И если его понимать правильно, то мы с вами достигнем очень хороших вершин. И, конечно же, первое, что нам с вами надо для себя решить, хотим ли мы, чтобы наставник под нас регистрировал лидеров или не хотим. Нам это надо, наша цель – директор. Чтобы стать директором, конечно же, лучше рекрутировать в свою структуру на две руки, на четыре руки, получается, чем одному. Конечно же, если да, тогда мы активируем свой номер балловым оплаченным заказом в течение 24 часов с момента регистрации. Но очень вас прошу активироваться сразу, не ждать эти 24 часа, чтобы под вас быстрее начали проходить регистрации. И, конечно же, правило компании гласит о том, что ни вы или под вас не могут строить структуру, пока ваш номер не активирован балловым заказом. Это правило компании Фаберлик. Регистрация просто не пройдет. Даже если бы мы захотели ее провести, у нас это не получится. Мы проект быстро растущий. Всегда помогаем новичкам и советую вам активироваться и дать возможность строить под себя лидеров. А вдруг у нас с вами получится все-таки взять этот престижный бонус «Быстрый старт». Итак, смотрим. Вы активированы. Я вас, конечно же, поздравляю. И первая ваша регистрация проводится в вашу структуру под последнего человека в табличке. Вот она, ваша первая регистрация, которую вам дал наставник. Наставник вам дает табличку. И сразу после регистрации вы своему новичку, которого провели, посылайте вот прямо это мое видео. И пусть он его посмотрит и решет, как он хочет расти и хочет ли он активироваться. Будет ли он строить бизнес через интернет. Вторая и третья регистрации проводятся также под лидеров таблички наставника. Если они активировались, то четвертую регистрацию вы уже проводите под себя. Тут важно понимать, что эту табличку регистрируете не вы одни. И в чате именно вашей совместной веточки перед регистрацией вы отпишитесь, что регистрируете. Смотрите обязательно дату и время предыдущей регистрации. Если время не вышло 24 часа с момента регистрации, человека, который там последний в табличке, то просите наставника, который провел эту регистрацию, обязательно потермошить человека, чтобы он выслал ему это видео. Не стесняйтесь, обязательно пишите, обязательно теребите и дайте знать, что вы ждете этого человека. Далее, если вы провели 1-3 регистрации в веточку, обязательно они должны быть активированы баловым заказом в течение 24 часов. То у вас все хорошо. Если же ваши новички в течение 24 часов не активируются, то вам придется отодвинуть такого новичка вбок. Мы не ждем. У нас рост, у нас бизнес. И регистрируем мы под последнего активированного веточки. То есть, если мы отодвинули этого человека, который был под этим, то следующую свою регистрацию мы уже проводим под этого, а этот сидит в сторонке. Но, если лидер все же активировался через какое-то время, но вы уже отодвинули его вбок для дальнейшего построения веточки, тогда лидер может расти самостоятельно. Конечно же, отодвинутый вбок как не активированный или терминируется через 3 каталога. То есть, в компании Фаберлик есть правило, если лидер не активировал свой номер баловым заказом, то компания Фаберлик чистит таких людей в течение 3 каталогов. И, конечно же, если этот лидер все же сделал заказ до терминации, он остается в вашей структуре. И такого лидера вы обязательно обучаете, так же, как и тех, кто в цепочке, полностью даете такое же обучение. И, конечно же, этот лидер, если он сделает лично 50 баллов, то ему тоже выдавайте обязательно рекрутинговый сайт. То есть, отправляйте такого лидера к своему директору, чтобы он ему сделал рекрутинговый сайт. То есть, мы не обижаем отодвинутых вбок людей. Мы их так же обучаем и так же выдаем сайт. Далее, мы с вами регистрируем лидеров только под активных. Если лидер не активировался, то, конечно, веточку под ним нам никак не отстроить. Изначально у вас будет одна совместная веточка наставника, как вы поняли, и один чат в скайпе этой веточки. Но когда вы открываете свою веточку, заводите сразу свою гугл-табличку, то есть, у вас их будет уже две, и заводите свой скайп-чат. То есть, у вас уже будет два чата ваших веточек. Один чат наставника, а другой чат ваш. Оба чата вы можете модерировать, можете знакомиться с этими новичками, потому что, когда вы выйдете на 9 или 12%, ваш наставник будет открывать свою веточку, и вы уже будете эти вести веточки самостоятельно обе. Итак, суммы минимальных заказов для разных стран. Сейчас у вас на слайде. Можете поставить на паузу, подсчитать, найти свою страну. И, конечно же, обязательно перед тем, как активироваться, вы спросите про акцию новичка, прежде чем делать заказ, потому что вы можете упустить 3-4 подарка и 20% скидку. Далее, внимание, советы на будущее вам, как будущим лидерам. Немножко с вами пооткровенничаем, потому что многие лидеры, которые активно рекрутируют, могут быстро выйти на хороший рекрутинг. Почему? Потому что они хорошо обучаются, у них начинает все получаться, и обычно 2-3 недели активного обучения дают уже колоссальные хорошие результаты. И у вас, может быть, конечно, это допускается открыто много веточек. Первые 3 регистрации, активированных минимальным балловым заказом, обязательно ветку наставника под вами. А остальные регистрации вы уже можете проводить в несколько своих веточек, только если у вас много регистраций в день. Допустим, если у вас 3 регистрации в день, то мы ведем с вами 3 веточки, но ни в коем случае не разрешаем своим новичкам открывать свои веточки, пока не внесут в вашу Google табличку, совместную с вашим новичком, 3 активные регистрации. Бывает часто такое, что лидер хочет работать, обещает работать, много обещает работать, а потом уходит с проекта. И если вы, если, как вам даже сказать, что правила проекта говорят о том, что мы обещаем вам строить структуру, и вдруг ваш лидер, который вам обещал, ушел с проекта и оставил людей. То есть из-за этого мы с вами 3 человек проводим ветку наставника, совместную под вами, конечно же. И также лидеры, которые могут уйти с проекта, подумав, ой, это не мое, или еще что-то, но всякое в жизни бывает, то это как раз происходит, происходит как раз чаще всего после 1-2-3 регистраций. Что получается? Новички, ваших новичков, будут перестрахованы от таких наставников, и это очень важно для роста. Вот представьте, ваш новичок зарегистрировал новичка под себя, а не в совместную ветку, и ушел с проекта, к примеру. И тот новичок остался, пусть он и активировался, но он остался без поддержки наставника. Что получается? Вы ему помогать не сможете, потому что под неактивным вы поведете 2 ветки, он будет на халяву получать деньги. И, конечно, вот таких наших новоиспеченных новичков, мы о них заботимся, и, конечно же, мы не разрешаем новичкам строить людей под себя только после 3-х активных регистраций. Как мы с вами понимаем, новичок может провести 20 регистраций в вашу веточку, но если никто не активировался минимальным заказом, значит, новичок ищет именно 3 активированные балловым заказом регистрации, прежде чем открыть свою веточку. То есть новичок ваш должен, так же, как и вы, научиться рассказывать все привилегии, компании, все акции, все подарки и условия по быстрому старту и квалификационные бонусы. Далее, значит, активные лидеры, под которых мы ведем веточку, конечно же, выявляются не способом, что они в скайпе много вам пишут, значит, активные, значит, им можно все разрешать. Нет. А тем, что лидер задает много вопросов и регистрирует активных людей. Много вопросов по делу, а не просто поболтать, какая у вас погода. Если ваш лидер много регистрирует, а заказы его новички не делают, значит, он неправильно преподносит информацию и надо будет спрашивать у лидера, что он пишет, что он посылает, выявить причину. Если у вас мало активных людей, смотрим вебинары, обращаемся к наставнику. Нормой считается, что если каждый третий, пятый кандидат на регистрацию делает заказ, это отличная статистика. Если заказы ваши новички делают реже, значит, возобновляем свое обучение по школе новичка, обращаемся к наставнику. И обязательно, уже с 9-15% у вас появится отличнейший опыт общения, у вас будет замечательная команда, которая вместе с вами будет рекрутировать, и вам будет легко обучать своих новичков. И, конечно же, ваши новички будут благодарны вам за то, что вы их сюда пригласили стать директором. Все-таки директор – это престижно. И всегда знайте одно, от вашего роста зависят не только ваши личные выплаты, но и выплаты вашего наставника. Поэтому наставник заинтересован в вашем успехе лично. Пишите наставнику по любым интересующих вам вопросам. Если вашего наставника нет на месте и вы добавлены в чат для коллег Фаберлик, то обязательно пишите свои вопросы в чаты для коллег Фаберлик. Итак, куда же регистрировать продавцов и покупателей? Их мы регистрируем по очереди то под себя, то под активированного лидера, который в самом низу веточки находится у вас. Конечно же, если ваш лидер или вы зарегистрировали продавца, покупателя или человека, который пришел покупать систему управления весом, то, конечно же, обязательно расскажите им, что у него есть возможность бизнеса. То есть все, у кого в компании Фаберлик есть возможность, есть регистрационный номер активированный, они имеют право строить свою структуру. За человека не решайте никогда. Даже если он вам сказал, что ему неинтересно, но он активировался, вы можете продолжать под него строить веточку потом. Конечно же, каждый человек выбирает сам, хочет ли он зарабатывать через интернет. Не лишайте возможности лидеров об этом знать, покупателей, вернее, об этом знать, на проекте уже неоднократно выяснялись случаи, что покупатели пытаются перерегистрироваться туда, где можно строить бизнес. И даже не догадывались, что у нас-то его тоже строить можно. Да, и что у нас отличнейшая система, разработана для роста. Это нужно обязательно знать. Итак, как же мы работаем с гугл-табличкой? Конечно же, если вам что-то непонятно, ваш наставник вам позвонит и на живом примере покажет. Я уже вам расскажу только общее правило. В гугл-табличку мы вписываем также под последнего в цепочке. Это очень важно. Обязательно вписываем в гугл-табличку точнейшую дату и время регистрации. В дальнейшем на каждую открытую веточку заводим гугл-табличку и заводим по своему чату веточки в скайпе и называем веточку именем верхнего лидера, чтобы вы не путались. Допустим, у меня сейчас три веточки активных. Я, допустим, одну веточку назвала веточка, допустим, Сидоренко, вторую веточку я назвала веточка Шишкина, третью веточку я назвала, допустим, веточка Попова. Фамилии, конечно же, вымышленные, поэтому называйте не вымышленными фамилиями, как я сейчас вам привела пример, а именно, чтобы вы не путались. Также, сколько у вас лидеров активных в первой линии, под которых вы ведете веточку, столько у вас и табличек. Таблички, чтобы не путаться, можно переименовать в фамилию первого активного лидера в веточке. Далее, если последний лидер, вписанный в веточку, не активен, то мы его удаляем или красим в красный цвет в табличке и регистрируем под предыдущего. Но предварительно проверяем, точно ли прошло 24 часа с момента регистрации. Если не прошло, теребим этого лидера, можем найти его почту, можем найти его в соцсети, даже если он зарегистрирован не вами, и послать ему данное видео, чтобы он уже точно решил, что он не будет строить свою структуру. Точно. Далее, проверяем, активировался ли лидер. Это, конечно, очень просто. Когда вы проводите регистрацию, то под неактивированного зарегистрировать компанию Фаберлик не дает. Это правило именно компании, не нашего проекта, а компании. И, конечно же, фишка. Если неактивный, активировался поздно, но хочет работать, и вы зарегистрировали его под лидера в последнем веточке, и этот лидер работает, то, конечно же, можно предложить лидеру, под которым появился активированный, взять шефство и ввести эту веточку. И, конечно же, вы ветку под ним поздно активировавшегося не ведете, если он у вас не в первой линии. Очень важно не вести ни под кем две веточки. Ведете только одну, всегда только одну. То есть вы, если завели три веточки, то она у вас должна быть ровной и четкой. Лидеры должны идти друг под другом, неактивированных отодвигаете. И, конечно же, дорогие наши коллеги, дорогие наши будущие директора, основатели проекта, желают вам активного роста, удачи, везения, трудолюбия, веры в успех и терпение. Молодцы, что досмотрели это видео до конца. И, конечно же, желаем вам всего только самого наилучшего. Если вам что-то непонятно, обязательно задавайте вопросы. Знаете, глупые вопросы бывают только теми, которые не были заданы. И главное, что из-за незаданных вами вопросов у вас не совсем будет порядок в голове. А порядок в голове – это очень важно. А бизнес у нас с вами новый, абсолютно новый. И получается, что вы на самом деле можете что-то где-то немножечко недопонимать и неправильно доносить до своих новичков. И у новичков-новичков информацию, а важно все-таки информацию доносить правильно. Поэтому пишите, теребите своих наставников, пишите своим директорам. Мы вам обязательно поможем во всем разобраться, если вы в чем-то запутались. С вами была Кононова Анна и интернет-проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых обучающих видео.